Продолжение следует... Продолжение следует... Активнейшим образом вел работы по созданию собственной атомной бомбы. На это были брошены лучшие умы науки и огромные материальные ресурсы. Сферой особого противостояния между СССР и США стала борьба разведок за наследие германского атомного проекта, за информацию, за специалистов, за новые идеи. Бойцы невидимого фронта всеми доступными средствами добывали секретные сведения и препятствовали достижению целей, намеченных противником. Раскручиваемый с обеих сторон маховик гонки вооружений стремительно набирал обороты. Субтитры создавал DimaTorzok Лимончик принеси. Субтитры создавал DimaTorzok Помянем новопредставленную Раскову Галину Семенову. Земля и пухом. Фрошка. А правда, что ее фашисты? Я тут у вас крайне муху слышала. А ты всякую хрень не слушай. Мало ли чем этому майору СББ привиделось. Может, он, понимаешь, свое не отвоевал. Гриф, послушай, мы, разумеется, готовы к чему угодно, но лучше все делать сознательно. Мы хотим знать, что это. Я же сказал оружие. Точнее, какая-то важная часть того самого чуда оружия, о котором так много говорили в конце войны. Хватит вопросов. Думаю, большего не знает даже тот, кто дает нам приказы. Хорошо. Если наша цель вот этот, этот ящик. Какого черта мы до сих пор не ушли? Во-первых, не только он. Во-вторых, возникли непредвиденные сложности. Там на последней странице. Ты что, хочешь сказать, это дрозд? Нельзя исключить. Я не верю. Как это возможно? В крайнем случае, он должен был воспользоваться капсулой. Подожди, там написано, что когда его взяли, он был бессознат. Почему мы должны этому верить? Разве это не может быть ловушкой? Может. Так, и что нам делать? Просто выполнить приказ. Вчера на встрече вопрос обсуждался. И что это за приказ? Если это ловушка, мы не должны в нее попасть. Человека в госпитале надо убить. Хотел бы я взглянуть на того, кто отдает такие приказы. Ты не поверишь, это Ланге. Что? Не может быть. В Ланге нет живых. Может, ты чего-то перепутал? И с той заварушки не ушел. Никто. Сам не думал. А факт есть факт. Теперь мы с Ланге в одной команде. Черт. Всегда хотел служить под началом Ланге. Надо же, вот эта удача. Это большая удача. У нас есть план? Конечно. Завтра идешь в город. Задача номер один – проверить госпиталь. Есть задача номер два? Машина. Если с ней порядок, надо поменять номер и подогнать ее на точку. Если нет, с утра надо раздобыть новую. Да, загляни в аптеку. Ясно. Значит, мы все-таки уходим? Пока перебираемся в город, получаем новую инструкцию. Как там, Осипенков? Все очень хорошо. Ты даже не представляешь, какие кони красавцы. Это что-то. Да я себе не представляю. Очень даже представляю. Не зря таки именная порода-то – буденовцы. Мы их ищем. Ух! Проша, делегацию в Москву должен возглавлять ты. Это звезда героя. И наградят того, кто будет на глазах. Кто будет сам возглавлять. А генерал, куда я дену? Он же личный друг Буденова, понимаешь? Тот ее сам на завод поставил. Как я его сейчас могу отстранить? Никак. Ты бы меня в состав делегации включил. Представляешь? Вдвоем в Москве. В хороших условиях. Шикарной гостинице. Не могу. Раньше бы сказал другое дело. Но сейчас нет. Никак. А ты подумай, Проша. Подумай. Ты встретился бы с важными людьми. По поводу твоего перевода. Не знаю, Анют. Зерно, конечно, в этом и есть. Ты права. А где же ты раньше-то была? Не, вы валите. Я сейчас. Шиган, бляхомуха. Да валите, валите. Пойдем. Ну все, Фролка, иди, иди. Не мешай. Что, серва? Сдала нас мусорам? Я нет. Христос Богом, Христос. Я... Они сами, я не... Песа, не гони. Колись жизнь, дорога. Колись, как на духу. За фраера, за мусоров. Все, что знаешь. А ну, всем стоять! Руки в гору. Руки, кому сказал? Начинаем производственную гимнастику. Ноги на ширине плеч. Понял. Боец обыскать. Ноги рассунул. Что, не ясно? Яша, давай понятых. Так, вы, вы подойдите. Что я-то? Что я? Не черепеться. Я говорю, подойдите. Руки! Так, пошел. Пошел, пошел. Давай, давай, двери. Копай. Слушай, давай их КПЗ. Пусть сразу арабы проникнутся. Спасибо. Та не мазачу. Первый пошел. Атак! Пошел, пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Не дергайся, басота. А то, мировым часом отстрелю что-нибудь. Забирай его, Еш. Извините, пришлось немножко подождать. Меня с шефом надо было посидеть. Что-то праздновали? У него вчера родственницы убили. Ничего себе. Как это случилось? Ограбление. В собственном квартире. Знают кто? Есть версии? Делом занимается ОББ. Майор Драгун один из лучших. Он сможет выйти на след. Может, мне подключиться? Не думаю, что это необходимо, хотя, с другой стороны. Если что, я готов. На нашем районе залетных нет. Все прошерстили. Прям медика какая. Секи сява. Если что, за базар ответишь. Да, сука, и буду. С Одессы были фармазоны. Пару недель тому, как понтер с Москвы залетал. И так, в шалуполь. Каленый! Где Каленый? А тут я. Что за шухер? Сгорели мы. Кувалда, жмур. Бундука повязали. Я еле свинтил. Обложили нас. Каленый, валить надо! Не будем гнать по бездорожью. Каленый, валить надо! Дура моя сильная, там все в порядке? У тебя так была здоровая, деточек. О чем вы говорите? Шикарная квартирка. Берегла себе убыток для тех, кто понимает. Такой цены не грех было подождать. Ой, Эсмер, мой маленький гешефт с вашей большой счастью. Ну, хорошо. Минуточку. Имею кое-что предложить. Чулки, капром и остальное. Все трофейное французской мануфактуры. Хикен энд пикен. Просто не замени моб. Сколько? Анна Антоновна, ну что же вы? Ну, простите. Вот тот мужчина попросил помочь с букетом. Извините, я сам не местный. А вы не подскажете, где улица Нансова? Знаете, я, к сожалению, тоже не местный. Зохнул, что вы забыли на твою улицу Нансова? Какие склады мармелады, граждане? Да я в натуре первый раз об этом слышал. Ты, Бурундук, нам тут комедию не ломай. Главное, ты не артист. Обижаешь, начальник? Пока нет. Ну, очень хочется. Так что поведаешь за убийство гражданки Росковой? Какая еще мокруха? А на это что скажешь? В картишке поднял, не иначе. Верно? Какой ты умный начальник. Да в натуре фраера какого-то нынче ночью чистую раздел. Ты у клепа спроси. Ой, гляди, Бурундук. Тебе жить. Жить мне начальник, как ты решишь. Не, Бурундук. Как сам выигрешь. О, привет, маэстро. Какими судьбами? Здравиясь, Егор Никитич. Да, вот. На работу пришел устраиваться? Молодец. Нет, спасибо, я лучший музыкант. Ну, молодец, хорошо. Добрый день, Игорь Никитич. Привет. А, в этом смысле? Ну-ну. Я, пожалуй, тоже пойду. Чай попьешь и пойдешь? Ты так и будешь весь день головы ходить. Дюль, ну у нас же в ресторане репетиция. Мне уж поликарпич-то суп нальет. Убийство Росковой. Подсадском, изъятому Бурундука, купленного нужно вызывать. По описанию вроде совпадает. Надо, чтобы она опознала, сестры это ее или нет. А что, сомнения есть? Да все здесь непросто. Тушенка эта американская, но ровно как из машины интендантов. Откуда она у Росковой? Ну, так занимайся. Занимаемся? Яша машину пробивает, что Росковой продукты возила. Склады и проверим. Грузили на нее тушенку или нет? А ну, как на Бранденбург выйдем. Смотри, Егор. Огребем мы с этими Бранденбургами по полной программе. И с газетой. Ну, а как их еще вытащить, Василий Макарович? Ну, никак. Ну, значит, отвечу, если что. В связи с вышеизложенным. Прошу рассмотреть мое ходатайство о помиловании и отправке на родину в первой партии контингента, подлежащего репатриации. Написали? Так точно. Будьте любезны, поставьте завтрашнюю дату, время 8.30, и распишитесь. Готово. Скажите, Йост, известно ли вам что-нибудь о бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки американцами в 45-м? Почти ничего. То есть, разумеется, я слышал об этом факте, но только со слов товарищей, которые читали об этом в русской прессе. Да-да, сами вы не читаете. Я и говорю очень плохо. Признаться, русский оказался для меня крепким орешком. Хорошо. И что вы думаете по поводу этих бомбардировок? Правда ли, что при взрыве каждой бомбы погибло около 100 тысяч человек? Это ужасно. Это ужасная ошибка. Что вы думаете по поводу дальнейших перспектив таких вооружений? Каковы пределы, скажем, мощности? Простите, но я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос мне, чистому гуманитарию. Я мог бы попытаться оценить это с философской точки зрения. Хватит. Мы оба знаем, что ваше имя вовсе не Йоган Йост, а Отто Хартель. Я как-то не сразу сообразил, что за годы плена вы сильно изменились. И главное, похудели. Отто Хартель. Впрочем, если вы уже привыкли к новому имени, я могу продолжать звать вас Йост. Что скажете? Да, зовите меня Йост. Когда стало ясно, что плен неизбежен, я воспользовался бумагами убитого солдата. Зачем? Он был одинок. А у меня жена и дети. Я не хотел осложнений для них. Это совершенно очевидно. Вот как. А у меня другая версия. Блин, ну что это? Ну по всему городу никто никого не надыбил. Ну как так, а? Я на вас ужасно удивляюсь, Калёный. А что в твоём районе? Другая картина? Может, ты хотел, чтобы это были лохи? Ну извиняюсь, но оказались другие люди. Да нас просто обложили со всех сторон. Мусора вплотную подошли. Да я в курсе. Ай, нарыть бы, где козлов этих залётных, вольнуть бы их. Да на гастроль податься тут. Так стремновато тут стало же. Так и да на своём месте я бы мотал. Мотал. Да и то у меня ж лоб зелёнкой помазал. Мне попадаться-то никак. Да ладно. Слышал, хозяин указ дал. Нынче его шаг по боку. Лафат. А, это ты кувалде прокашляй. Ну я же и на гастроль подаваться. Не мешал бы того медведка пощупать. Мы днями со мальчика не договорили. А Рябой его у той барыжницы помыл. Что вы навещали? Да. Там в стене дверка, где тварал. Мне нравилось. Да на этом сейфе пробы ставить негде. Его ещё в седьмом году купец Дунаев с Англией выписал. Вещь известная. Многие пробовали его взять. Только выходит из этого один пшик. Ключ иметь в этом деле не значит ничего. Там есть секрет, который сегодня в Ростове никто не знает. Так кто брал-то? Ещё поглядеть надо. Какие люди? Один Боря Петерсон. Чего стоит? Медвежатники в Европе работали. Не, на месте его нельзя. Так а ежели вывезти? Джоан, ты видал тот сейф? Не, Галёный. Без Наварру. Так тогда нужен такой, как Боря Петерсон. Нету кого на примете? За это забудьте. Таких людей давно нет. Они скоро будут. Странно, что вы не делаете правильных выводов из нашего разговора. Поверьте, я хочу вам помочь. Но для этого я должен быть убеждён в вашей искренности. Пока же я вижу, что вы по-прежнему пытаетесь лгать даже в малом. Я выдал себя за другого только ради семьи. Допускаю, что этот мотив вам может казаться странным. Но сказать на эту тему мне больше нечего. Странно другое. Вы не выглядите глупым или наивным. Почему же вы считаете таковым меня? Боже упаси, ничего подобного. Отчего же вы думаете, что, зная ваше настоящее имя, Отто Хартель, я не знаю и всего остального. Ваше заявление. Я попросил написать завтрашнюю дату и время 8.30. Почему? Написал, как вы приказали. Вы и правда не поняли? Хорошо. В дате и времени почти весь цифровой ряд, за исключением шестерки. Но это уже не принципиально. Теперь догадываетесь? Даже поверхностное сравнение цифр, написанных здесь, и в вашем заявлении, доказывает, что это одна рука. Смотрите. И вот еще. Взгляните. Откуда это у вас? Разумеется, из трофейного архива лаборатории доктора Трингса. К сожалению, мне пора. Но завтра я хочу услышать ваш подробный, честный рассказ о себе. И кое-что еще. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торезон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Недавно познакомились А ты? Я-то? Я давно Я же свой В смысле? Местный? Какой местный? Свой Понятно Не, ну, так-то из Тагадрога С детдома Сбежал? Когда война началась, в Москву решил свинтить Вышла только до сюда Поначалу у тетки одной обоставался А потом свинтил Когда фриц на постной приказал Пятерил с бронемашиной А дальше? А потом с людьми скорешился Понятно Еще хочешь? Да ладно Я берега знаю Да ты вообще, я вижу, пацан Смышленый Ты всю жизнь так и собираешься воровать? А шо? А на скрипке научиться Хочешь? Кто я? Ну не я же Я-то играю же Хотя я все равно еще учиться буду Кто ты? Ну а как? Музыка, брат, дело такое Ну? Не Не выйдет Жулик я Воткнул? Нет А ты воткни И вот шо Зря ты за меня в трамбе вписался Коль и шо Я бы и сам его В раз чикнул Ну ты даешь Вот так Скрипач Сява теперь тебе по-любому дойдет Или ловит Ну Что же мне теперь Какого-то сяву бояться А шо самое оно, скрипач Отвалишь, Кет, у меня к скрипачу пару слов без протокола Ну? Ну? Угу Шо лыбишься, Фуфел? А я ведь на меня не рисанул, как ты мусору за бурундука шептал В окошко зазырил Эй ты Как тебе там? Ты вообще о чем? Шо не лыбишься, очко жимжим? Гляди, расщухает братва, русенки твои скрипачки, парашюба Я этими руками на фруксе Три тысячи мин поставил Столько же снял, потом считать перестал Так шо не тебе, крысеныш Меня наиспух брать Эй, шо сбурели? Моя Шо тут за ебал? Да так, поговорили Скрипач нас ментам заложил Да ну! А шо ж ты шлемазал до сих пор свободный такой Имеешь шо сказать? Я шо здесь, шо б мусорам стучать? Я деньги зарабатываю Играйте, Маль А говорить много не надо Играйте, и будет вам хороший порнос Спасибо, Павел Николаевич, огромное Не за что, Виктор Иванович, не за что Как же Кто еще мог дать такую квалифицированную консультацию? А вопрос острый С одной стороны прямое указание первого секретаря С другой все-таки прямая улика Не в лагере же этому трупу наколку соорудили Ясно? Из Бранденбург 800? И вроде дело мое Но ни телефонограмм, ни ориентировок Так что, Прохор Петрович прав В худшем случае, единичный побег Который кто-то попытался скрыть Но все равно с этим делом нужно хорошо разобраться Отправить рапорт по инстанциям Рапорт я вчера еще подготовил Ну вот отправляйте, не тяните Конечно, Павел Николаевич Вы правы Труп этого Бранденбурга появился давно Но за промедление вас никто не осудит Нападение на склады, убийство Это чистая уголовщина, дело милиции Интенданты, понятное дело Военная прокуратура Так что, ваше подключение только сейчас Абсолютно оправданно Ну вот что, Виктор Иванович Мы с вами не должны размениваться по мелочам Отвлекаться на такого рода эпизоды Отправили рапорт Дальше о рабочем порядке Третья мировая не за горами Так что мы с вами должны сконцентрироваться На иностранных шпионах И на изменниках родины Вот от кого исходит реальная угроза А не от каких-то беглых военнопленных Или черт знает кого Извиняюсь, Павел Николаевич Но вы-то как раз заняты военнопленными Это официальная версия Чем на самом деле я здесь занимаюсь Знаю только там Как закончу, расскажу Слово офицера Музыки Здесь военный госпиталь Шо, так зубы все больше читать не умоешь У двери же написано Мне бы к доктору, а А че, зубник у нас здесь или как? Вроде нет С торца еще вход Вроде там Здесь-то точно нет Спасибо Даша А как вообще у меня рука? Вполне Ты же и сам знаешь Это была попытка выяснить причину твоей задумчивости Ну в чем дело? Вчерашний день пережили, пора забыть Леха ожил Ермолова тебя похвалила Все же хорошо Или нет? Я тебе вчера не все сказала Так Ермолова предложила мне подумать Она зовет меня в Москву, в свой институт Опаньки Ну и что ты думаешь? Не знаю А ты? А шо я? Соглашайся? Новый город Новое дело, новые люди Нельзя же в прошлом жить Ты Пашу имеешь ввиду? Я вообще имею ввиду Гора Паша погиб три года назад Я очень любила его И он меня, ты знаешь Ну как ты думаешь? Хотел ли бы он, чтобы я тоже погибла? Да И он хотел бы, чтобы я жила Жила за нас обоих И не прошлой войной А обычной, нормальной жизнью Ты тоже Товарищ майор Там на третьем поймали кого-то Товарищ майор Задержан при попытке прорыва в палату Оружия нет Граждане, повернитесь Граждане, это ж ни в какие ворота У меня тут брат с войны лежит Тяжело раненый Я хожу регулярно Фамилия брата Подполковник Ракитин Его перевели в 204-ю на втором Можете идти, вы свободны Извините Да что вы Спасибо, спасибо Кто-нибудь еще был? Еврейтор еще какой-то с зубами Доктор искал Я его послал, он ушел Здесь лестница Если с центрального Наша справа Третий этаж направо Палата в углу Двери караул Палате напротив смена Как думаешь, сколько их в карауле? Видел троих Но сержант старший наряда То есть еще один, как минимум Есть охрана в самой палате? Не знаю, может быть Но у нас глушители, ножи И фактор внезапности Открытый штурм Слишком рискован Если наша цель Этот ящик Какого черта нам лезть В эту задницу? Можно же просто уйти Ланге не отдал бы Бессмысленный приказ И обсуждать его мы не будем Здесь у нас Здесь у нас за дверью Гранаты Взрывчатка, мины Еще зенитные снаряды Штук двести, не меньше Если рвануть перед самой атакой Да даже здесь Прямо на острове Достаточно будет, чтобы отвлечь внимание Отходить будет проще Вернемся к началу Наша задача Выдачить дрозда, если есть шанс Если нет, убить А их задача? Взять нас Давайте исходить из этого Взять нас Или по крайней мере отбиться Не допустить в палату Если наша задача неизменна Надо поменять их приоритеты Устроить, чтобы Они сами вытащили дрозда Или Пустили нас к нему добровольно Сработать под МГБ Не пойдет Своих они знают лицо Стриж, напомни ко мне номер автомобиля Кто? Жиган Ты в одного Сяв со мной Больше всего Лады Жиган Добра натырил И что с таким местом? Беган намолился? С бегами погодим А добро Самый цвет Если нам не дядя подпишемся Как? Я двора вовсю доходчиво разъяснил На месте не взять Оттуда не вынуть Сам базарил Без навару Это что за хрень? Бомба Комультивная граната Я ищу войну Фрицев спер Так На всякие пожарные А что Запас к карману не рвет Так и вышло И что с имя? А вот Сева смекнул Медведя Взять Нижним кабуром Потолок В партии под ним Подорвать И все дела Там подхазы Магаз в ремонте Калила Эту трехтонку Внутря подогнать Медведку Заразы примем Потом сюда Свезем И как-то уже А потолок Кто позорвет Ты что ли? Есть один спец Скрипач На шалмане В войну Сапером был Дедовровый Карифан Так он борзой Со мной толковать Не станет Лады Скрипача беру На себя С тебя же Анхаза Прокачай там все Чтоб без подстав Чтоб на мусоров Не нарваться Ну а с тебя Сева лайта Потянешь А шо Я и за баранкой могу Ну ништяк Только Колеса старых В кузов Накидаем Чтоб не пробить Ну че Кольсотики так Завтра ночью Деляго делаем Дербаним куш И валим с города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Логика глобального противостояния в холодной войне Сделало научную мысль ведущим фактором Определяющим развитие соперничающих стран В 1947 году Постановлением Совета министров СССР Был учрежден Государственный реестр научных открытий Решение было продиктовано Духом ленинского тезиса О полном учете и контроле Над любым продуктом производимым в стране Это оправдывало содержание лучших ученых В так называемых шарашках Секретных институтах и конструкторских бюро Находящихся в подчинении МВД СССР Реестр закреплял за государством права собственности На достижение ученых И обеспечивал сохранение вокруг них Режима полной секретности После окончания войны Шарашки стали активно пополняться Немецкими специалистами Как вывезенными из Германии Так и обнаруженными среди военнопленных Некоторые немецкие ученые За результаты своей работы Были удостойны правительственных наград Из сталинских премий Скоро светает Еще как минимум час есть Не у нас Мне еще надо заехать домой переодеться Принимаю, жена Цезаря должна быть вне подозрений Бери выше Походно-полевая жена первого секретаря Пять лет уже Кто бы знал, как мне это надоело Почему не догадалась делать это раньше? Что не догадалась? Квартиру снять Пожалуй, сегодня первый раз за эти пять лет Мне было так хорошо Может, бросишься и со мной? Дело почти сделано, я заканчиваю Не думаю, что это возможно А ты подумай Сделаешь мне предложение Юль, ну хоть ты скажи, что шутка повторенная дважды считается глупостью? Ой, 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 ой Да ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здорово, Никитич! Здорово! У нас сегодня ранняя пташка Да Арменчик ни свет ни заря прилетел в госпиталь, сменил меня Куда же еще ехать? Чай будешь я заварил? Не откажусь А потом можно и с бурандуком побеседовать Купленова была вчера? Была-была Все цацки изъяты Бурандука опознала Ой, чуя, не обошлось здесь без Каленова Армен утверждает, что у Каленова алиби Сто процентное Да? Если верить Рябому, а я ему верю Он краденые ключи от сейфа Росковой Каленому за долги его отдал Так стало быть, ты считаешь, что Каленый Роскову из-за сейфа и убил? За Каленым не заржавеет Это да Но есть моменты Я же говорю, алиби Первое В морге тело малька его бабки выдали И хоронила она его у себя на хуторе Усть-Куйсук А бабку зовут Каленкина Мария Ивановна Каленым, родная мать Да Так вот Мишка с Арменом вчера в Усть-Куйсуге были Поговори, карточки народу показали Так вот, Каленый был на похоронах И ночь он провел там Значит, люди Каленого сделали Бурандук же был на квартире Так, а я был в морге у Михаила Ильича И это второе И знаешь, что он мне сказал? У Роскова убили не люди, Каленого? На-ка, почитай И скажи мне Много ли ты жуликов знаешь Которые могут точечным ударом сердце остановить? Так что с Бурандуком делать? Надо выяснить у него Где логово Каленого и к следакам Пусть ведут к рау И Росковецову, как я выясню? Акимыч Ну не мне ж тебя учить как Так, давайте, давайте, молодежь Давайте, давайте, дотелный проворот Давайте, пошли быстрее Давайте, быстрее Пошли Слушай, а может его, как Рябова, твоими орденами на понт взять? Бурандук не пацан Калач четвертый Шэм у чьи-то ордена Никитич А ты войну вроде как офицерам начинал? Ну да Старлеем А орден славы? Откуда? Вроде как награда солдатская Офицеру не положено Ты же Федор Акимович сыщик Чего вопросы такие детские задаешь? Да неловко как-то Хочется Чтобы между своими ясно все было Ты в штрафбате сколько отмотал? Три месяца, как положено Ну да, вообще недели, две, три, пока документы ходили Все вернули Звания, награды Ну еще Славу заработал За что попал? Одному подполу в лицо дал С чего? Ладно, не говори Тем более знаю все Ну что? Сам сказал, что я сыщик Да И что ты знаешь? Что подполу этому Ты не просто так в лицо дал А чуть не прибил И не откачай его Дарья Кирилловна Не здесь быть и сидеть А где-то в яме лежать Все? Почти Да ты не журись, не кечь Если бы ты к моей так нагло приставал Я бы точно прибил А какого хрена ты вообще этот разговор затеял? Если ты такой знающий Такого Что нам с тобой еще не раз спиной к спине стоять? А коли ясно все Так и сомнений нет Ладно Еще вопросы есть? Что ж не женишься? Пей чай, Федя Что ж у нас так грязно-то, а? Дежурный! Так точно, Семен Михайлович Генерал Осипенков Лично, да Позавчера еще прибыли Да, конечно С паражем у нас все в полном порядке А как же Сегодня намечено После обеда В обязательном порядке Сам буду Вечером доложу Так точно И вам всего хорошего На связи Вот черт Анют, зайди На сколько у меня Осипенков вызван? Вы сказали на 15, я так и передала А что отменяете? Все отменяется Маршал звонил Контрольным стартом интересуется Так что ты Осипенкову сюда вызов отмени Как совсем? Сам на ипподром поеду Раз уж докладывать, то Не со слов Генерал, скажи, пусть старт назначают на 5 Ты смотри, уродина Хрен ли рот осявел Башкой своей верди тут порылой Я из-за тебя машину чуть не повял Убивал бы таких, сука Совсем нюх потеряли Шевелите болками Опаздываю Эй, пацан Подсоби Одному не управится Алексей Степанович, ну ей-богу Вы меня балуете Спасибо Анна Антоновна Анечка Улетаю послезавтра утром А завтра вечером освобожусь пораньше Поужинаем? Ну почему бы и нет Езжайте Не понял Что это за дом моделей? Тебя капитан страна самолетом туда-сюда увозит Чтоб ты с бабами крутил Или делом занимался? Виноват Товарищ первый Свободен Анна Антоновна Зайдемся И что это происходит? А ты мне скажи Ничего нового Алексей Степанович сделал мне предложение Зовет меня к себе в Москву Ждет ответ А что? Ну ты же не зовешь меня с собой в Москву Хотя тебе это ничего не стоит Фильд Егерем меня шантажируешь Фильд Егерем Осторожнее белье французского Я понимаю, Гуров Но Фильд Егерем кто? Кто он? Ну? Я Отто Хартель Сотрудник лаборатории доктора Трингса Которая занималась термоядерным оружием Проще говоря, созданием водородной бомбы Если вы хоть немного в материале Должны понимать, что бомбы, сброшенные американцами на Японию Считались нами вспомогательным узлом еще до войны Вами с доктором Трингсом? Почему же лаборатория была разогнана? Ведь ваша бомба гораздо перспективнее Конечно Водородная бомба сопоставима с атомной лишь массой и габаритами Но ее разрушительная сила может быть в десятки, сотни раз выше В чем же дело? Ни в чем, а в ком Геринг Этот кретин был не способен оценить выкладки И требовал, чтобы мы получили результаты на опытных образцах Вообще-то его можно понять Нет Термоядерная реакция отличается принципиально На шарах габаритами с мяч результаты не получить Только готовое изделие достаточной массы способно дать необходимую реакцию И это не все Там целый комплекс проблем Нужны были деньги Но в атомную бомбу Геринг верил Верил? Да он был зациклен на этом, в сущности, служебном элементе Как дитя на любимой игрушке Это вы говорите о бомбе, которая разом уничтожает 100 тысяч человек? Слушайте Сколько живет в Москве и Ленинграде? Миллионов 10? При чем тут это? Просто пример Одна моя бомба, упав между этими городами Сотрет с лица земли оба Понимаете? Оба И что это ваша бомба тут, между газетными строчками? Нет Там жалкие частности Моя бомба здесь Знаете? А ведь истинная цель моей командировки Найти вас А ведь истинная цель моей командировки Миллиона Проедение Компания Многое До сих пор Продолжение Продолжение Многое Компания Многое Эй, пацан, какого черта? Так я, это, халтурка есть, барахлишко подвезти. Подпишешься? Халтурка? Давай, заводи. Так что, канаем? Как-нибудь в другой раз, за ним. Ты куда? Леха, здорово! Яша. Привет, Яша. Не узнал, богатым будешь. А Леха где? Укол дело хорошее, голове лучше. Так что, пары здесь, дорогие. Да, вот зашел как раз. Хорошо, обязательно посмотрю. Все это связит. Армен, а где тебя черти носят? Тебя Яша уже час назад сменил. Ой, горе, Джон. Этот Яша такой неделегатный. Что, опять на почте был? Слушай, а откуда знаешь? Федор Акимович у нас сыщик. Про всех все знает. Во-первых, заезжала в первую очередь на квартиру Красковой. Как там за хода? Спали. Пришлось немного порядок наводить, вот поэтому задержался. Нет, на почту я тоже заскочил, но это ара по пути. Армен, что ты сидишь? Ну давай, что там Яша нарыл? Кое-что есть. Я пока ехал, просматривал. Посмотрим. Что ты там просматривал? Итак, интересующий нас грузовик, который ввозил продукты Росковой Галине Семеновне. Опаньки. Слушай, что скажешь? Только за последний месяц. ОББ. Офигеть. Что передать? А, понял. Слушай, Никитич, там тебя внизу ждет кто? Кто? Я не спросил. Не знаю. Никитич, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА